Сельчане Кустанайской области завоевывают европейский рынок. Туда поставляется практически вся органическая продукция, выращенная и переработанная в Федоровском районе. В прошлом году отсюда на экспорт отправили около 2000 тонн льняного масла. Его большая часть ушла в Китай. Как в глубинке выращивают экологически чистые масличные культуры, узнавала Наталья Строкова. Под масличными в Федоровском районе почти 60 тысяч гектаров. Местные аграрии в лидерах по диверсификации. Площади под лен, рапс, горчицу и подсолнечник растут ежегодно. Этой осенью культуры дают по 9 центнеров с гектара и продаются в два раза дороже пшеницы. Если сейчас средняя закупочная цена на лен где-то порядка 80-85 тысяч, то пшеница 4 класса до 40 тысяч доходит. Семь хозяйств в Федоровке отказались от использования химикатов и имеют международный сертификат органического земледелия. Уровень соответствия европейским стандартам подтверждает специальная комиссия. Производство и поля контролируются на постоянной основе. Запрещено использование синтетических удобрений, гербицидов, пестицидов. Должен быть определенный севооборот. Одна культура не должна выращиваться несколько раз. Должна контролироваться эрозия почвы. Органическую продукцию Владимир Завируха выращивает пятый год. 100% сырья уходит в Европу. Часть семян льна, которые поставляют соседние экохозяйства, перерабатывают на заводе. Основную часть масла экспортируют в Китай. Условия, которые они нам выставляют, они, конечно, очень сложные, трудные, но это довольно выгодно. И сколько бы мы ни производили, практически всегда они ее реализовывают. Отходов от переработки льна в хозяйстве нет. На экспорт уходит жмыха, а с недавних пор и солома. Из нее сельчане делают паклю. Продные партии забирает Россия. Начиная от Челябинска до Москвы, люди приобретают. Около 100 видов продукции можно произвести с этой льняной соломой. Это продукт, который и по сегодняшний день сжигается, просто в атмосферу загрязняем. Мы на сегодняшний день делаем из него деньги. Растущие площади масличных продиктовали необходимость строительства высокотехнологичных производств. В ближайшее время к трем действующим маслозаводам Федоровки добавится еще один. С мощностью переработки до 300 тысяч тонн семян в год.